Знаете ли вы о том, что ваша одежда умеет разговаривать? Знаете ли вы, что окружающие могут понять многое о вас и вашей жизни, просто взглянув на то, как и во что вы одеты? Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда JULIEF, и сегодня мы с вами поговорим об одежде и статусе ее хозяина или хозяйки. Одежда, надетая на вас, может рассказать, что вы амбициозны, профессиональны, счастливы, богаты, сексуальны, милы, или наоборот, что вы неопрятны, агрессивны. Бедны, несчастны. Всем нам известна фраза «встречают по одежке». Так вот, по статистике, 95% людей обращают внимание на внешний вид собеседника и всего 5% на то, что человек говорит. Я согласна, душа важна, важно быть тонким, чутким человеком, но на познание этой души нужно гораздо больше времени, чем первые пару секунд, чтобы оценить ваш внешний вид и понять, хотят с вами продолжить беседу или нет. Вы смотрели фильм «Дьявол носит Прада»? Помните главную героиню, которая была умна, красива, организована, но ее все равно упорно не замечали коллеги? А все из-за ее неуместного вида в модном месте. Как только она поняла свою ошибку, ее мир перевернулся. И карьера тоже. Или фильм «Красотка». Опустим сейчас обсуждение работы персонала, ибо у меня появится много вопросиков. Главная героиня произвела, скажем так, непокупательское впечатление, правда, после все поменялось благодаря статусному виду мужчин из кредитной карты, который вызвал безоговорочное доверие и симпатию продавцов. И вот назревает вопрос, почему бы сразу не одеваться уместно, чтобы избежать лишнего негатива, а нравиться с первого взгляда? У нас же на лбу не написано, что мы умны или какого мы статуса. Об этом окружающим рассказывает наша одежда. Но хочу уточнить, что статусная одежда – это не всегда премиальные бренды. Что значит статусно? Это когда ваш внешний вид отражает социальное, профессиональное и даже материальное положение, а также цели, амбиции, намерения, стремления. Зачем? Чтобы найти своих. Обозначиться среди нужного вам окружения. Отметить свои успехи и достижения. Или быстрее продвинуться к своим целям и мечтам. Грамотно подобранная одежда открывает любые двери. Это средство коммуникации. Хочешь понравиться определенному мужчине – оденься правильно. Миша-сварщик будет впечатлен совсем не той женщиной, от которой загорятся глаза у Семена-бизнесмена. Красота – понятие вторичное. Презентабельность – первичное. Прошу только не впадать в крайности. Все мы взрослые люди и понимаем, что, к примеру, чтобы получить должное специалиста по машинному обучению, мало выглядеть презентабельно. Профессиональный опыт никто не отменял. Речь о том, что при прочих равных выберут именно максимально презентабельного и уместно одетого человека, потому что он будет вызывать более приятные эмоции и располагать к себе, в том числе одним своим внешним видом. Чтобы подчеркнуть статус, можно носить одежду любых марок. Главное – хороший вкус, гармония, посадка по фигуре, современные фасоны, качественные аксессуары и грамотно зашифрованное во всем этом послание. Умея выбирать и сочетать вещи и аксессуары, можно добиться того, что ваша одежда будет выглядеть на вас в разы дороже, чем стоила. Просто купить дорогих вещей – не панацея. Есть тысяча примеров, когда одетые дорого люди выглядят жутко, безвкусно и дешево. И наоборот, кто-то умеет носить масс-маркет так, что хочется повторить каждый комплект. Но есть и окружение, примыкая к которому изо всех сил, масс-маркет не прокатит. Для этого и был придуман люкс, чтобы сразу было видно ваш уровень достатка и благополучия. Многие женщины-руководители понимают, что им нужны аксессуары достойного бренда, потому что они не могут носить то же самое, что и их секретарь и сотрудники. Им нужно отстроиться от линейного персонала и показать свой статус. Статус – это когда ваш внешний вид говорит, что вы, кто вы, где вы, куда вам, сколько вы стоите и зарабатываете. Это не снобизм, не понты. Это уместность и возможность чувствовать себя на своем месте в этой жизни. В своем видео про трендовые выпускные и вечерние наряды я упоминала про местность и говорила, что выпускные, например, это не клуб и не красная дорожка. На что мне прилетали комментарии о том, что выпускной раз в жизни, одевайтесь как хочется, а если окружающим неудобно и неловко, это их проблемы. Когда мы идем в хороший ресторан, мы не одеваемся как на дачу. Мы приводим себя в порядок и готовимся приятно провести время среди приятного и похожего на нас окружения, чтобы чувствовать себя комфортно и на своем месте. Статусная одежда – это социальная игра, и те, кто умеет в нее играть, получают от нее удовольствие, живут насыщенной жизнью, порхая с выставки на спектакль, с премьеры в лучший ресторан, расширяя круг общения, обзаводясь полезными и приятными контактами, собирая комплименты и так далее. Тут вам и потенциальные мужья, и карьерные возможности. Просто оденьтесь так, чтобы было понятно, что вы этого достойны. Когда муж делает вам замечание, что вы одеваетесь как подросток, это значит, что тема женщины, статус его женщины, недостаточно раскрытый. Помните фильм «Служебный роман»? Так вот там главная героиня одевалась статусно, согласно занимаемой должности, но ее статус как женщины, красивой, мягкой, желанной, был не раскрыт вовсе. И как все кардинально изменилось, стоило и всего лишь переодеться в актуальные для того времени вещи и немножко подкраситься. Напоминаю, если вы хотите поддержать меня и мой развивающийся канал, вы можете это сделать по QR-коду на вашем экране, либо по ссылке в описании на Boosty, отправив любой донат. Существует несколько значимых признаков, по которым окружающие воспринимают статус на одежду. Это цена, силуэт, цвет, соответствие моде или актуальность, степень оригинальности, соответствие определенному стереотипу, уместность. Давайте разбираться с каждым из факторов. Цена. Одежда должна быть не столько дорогой, ценник же вы отрежете, сколько качественная, а также актуальная текущему времени. Если надеть очень качественные вещи 20-летней давности, даже если они прекрасно сидят, вы будете выглядеть менее благополучно, чем могли бы. Люди, которые донашивают вещи прошлых десятилетий, выглядят так, будто бы не могут себе позволить обновить гардероб. Старомодно, то есть старше и взрослее, чем вы есть на самом деле. Мода никогда не возвращается в первичном виде. Она чуть-чуть меняется. Всегда. И даже вещи от люксового бренда, сшитые в 90-е, будут выглядеть как вещи из секонд-хенда. Ой. Сегодня в масс-маркете можно найти действительно качественные и современные вещи за вполне адекватные деньги. А в люксовом магазине будьте осторожны особо. Цена, к сожалению, не гарантирует то, что вы купите стильные вещи. Вы купите брендовые вещи, среди которых есть потенциально удачные и просто охлам. Как и везде. Силуэт. Тут все просто. Чем ближе силуэт приближается к форме шара, тем более низким воспринимается статус его обладателя. Поэтому оверсайз не для всех одинаково полезен. Слишком обтягивающий крой требует соответствующих внешних данных. Поэтому все смело могут делать ставку на полуприлегающий силуэт. Он никогда не подведет. Цвет. Каждый конкретный цвет тоже может разговаривать. Например, розовый говорит «позаботься обо мне». Красный бросает вызов и обращает на нас все внимание окружающих. Может выглядеть сексуально или агрессивно. Ну, и так далее. Стереотипы. Большинство людей склонны наделять других одинаковыми характеристиками по крайней мере при первом знакомстве. Например, если человек носит очки, то его интеллектуальный уровень автоматически оценивается выше. Похожий эффект возникает при восприятии такого признака, как длинные волосы у мужчины. Таких мужчин люди склонны считать более духовными, умными, интеллигентными, творческими. Мода и уместность. Грамотное следование моде позволяет выглядеть современно, динамично, интересно и шагать в ногу со временем. Но термин «жертва моды» тоже не сулит ничего хорошего. Не каждый тренд нужно брать на вооружение. Нужно уметь адаптировать тенденции к своему гардеробу. В заключении хочется сказать, что хороший вкус можно и нужно развивать. Ровно так же, как и можно научиться готовить, выучить новый иностранный язык, водить автомобили и так далее. Нужно учиться любить себя и уважать окружающих. На этом я с вами прощаюсь. Всем прекрасного настроения и пока-пока!